Здравствуйте, дорогие друзья! Я Любовь Луцевич, и это новости монастыря. В этом году церковь празднует 550-летие явления иконы Божьей Матери Жировичская. Эта икона – одна из наиболее почитаемых, и день ее обретения – особый праздник. Мы удостоверились чести в наших мастерских выполнить копии чудотворной иконочки Божьей Матери, которая явлена была в камне и помещалась на ладошке. Над этой уникальной иконой трудились сразу несколько монастырских мастерских – столярная, позолотная, слесарная, мастерская цветных металлов. Работа включала несколько этапов – изготовление киота, подготовка левкаса, золочение, вставка иконы в киот. Все это требует немалого старания, умения и мастерства. И, конечно же, в труде мастерам помогает молитва. Субтитры создавал DimaTorzok Изображение это держала сама Пресвятая Богородица в своих руках. И мы имеем такую удивительную жемчужину и молитвенное предстояние Пресвятой Богородицы, ее заступничество. Накопольный крест и хоруговь, созданные нашими мастерами, стали частичкой благолепия храма на территории Белорусской АЭС. Храм этот построен на средства работников станции и освящен в честь преподобного Серафима Саровского. А чин освящения и установка креста на купол состоялись в декабре минувшего года. Об этом мы рассказывали в одном из выпусков нашей программы. Для нас большая радость быть причастными к этому благому делу. И мы верим, что преподобный Серафим будет заступником и ходатаем пред Богом для всех трудящихся на станции. Вокруг интерната, где проживают наши подопечные, каждую неделю проходят крестные ходы. Наши батюшки, братья и сестры молятся о насельниках и спрашивают молитвенной помощи святых. Сейчас в интернатах действует карантин и богослужение, к сожалению, пока не совершается. Но молитва не прекращается. В меру наших сил мы стремимся поддержать проживающих, которые, мы уверены, тоже молятся об окончании этого непростого периода. 22 июня в Бресте пройдет ежегодный митинг-реквием «Свеча памяти». Каждый год люди приходят в Брестскую крепость, чтобы вспомнить и помолиться о тех, кто отдал свои жизни за победу. А в этом году почтить память всех, кто защищал нашу Родину, можно будет в нашей обители. Приглашаем всех желающих поставить свою свечу памяти. Подробную информацию мы разместим на сайте обительминск.ру и во всех монастырских лавках столицы. Следите за нашими новостями. Сезон катания открывается на Монастырской конюшне. Мы с нетерпением ждем и больших, и маленьких. Верховая езда – это не только развлечение, но и большая польза. Она полезна тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения. Очень помогает ипотерапия, и особенным детям, проживающим в интернатах. У них улучшается эмоциональный фон, двигательные функции, а еще остаются яркие впечатления. Приглашаем на монастырское подворье всех желающих за оздоровлением и позитивными эмоциями. А тем временем на монастырских подворьях кипит работа. Сестры и братья трудятся в теплицах, сажают перец, помидоры, огурцы, зелень. Монахиня Серафима трудится на этом послушании совсем недавно и прилагает все свои силы. Ведь эти труды очень важны для насельников подворья и монастыря. Парники здесь большие, хорошие, вложено много труда и братьев, и сестер. Хочется продолжить, чтобы оно не пропало, не пропали труды. Сестра Екатерина Шедловская трудится на подворье практически с момента его основания. Монашествующие сестры говорят, что ее помощь и знания в этой области просто неоценимы. Сорта у нас все профессиональные, перцы у нас очень вкусные. Вы даже можете обратить, что многие перцы уже не только с цветочками, но и с завязями. В каждой теплице у нас подключен капельный полив, то есть растение получает достаточно влаги в течение дня. Ну и плюс, конечно, мульчирование. Здесь, на подворье, все вносят свою лепту в общее послушание. У каждого свои функции и обязанности. И они охотно рассказывают о своих трудовых буднях. Работа хорошая. А люди? Люди, само собой, хорошие. Потому что с плохими людьми хорошая работа не получается. Поднимаемся, каждый занимается своим делом. Кто-то помидоры, кто-то огурцы. Вот мы их пропалываем, подвязываем, собираем урожай. Конечно, в любом деле есть свои сложности, но братьям и сестрам хорошо известно. Если фундаментом становится любовь и молитва, любая работа спорится. И это все новости на сегодня. До новых встреч, дорогие друзья!